Время пришло подводить итоги CitizenCon, и это первое видео из цикла, в котором важно составить мнение о проделанной работе цигов в самом мероприятии, а также планах на ближайшее будущее. Поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь калорийной пищей, мы начинаем. Здрасте, господа. Итак, CitizenCon 2951 отгремел 9 октября. Напомню, что мероприятие длилось целых 6,5 часов, и мы всё это время транслировали его на русский язык на нашем канале. Переходите и смотрите тайм-коды в описании. Однако хочется выразить поток мыслей, который, конечно, не сравнится с той речью Тони Зурвика. Во-первых, сама длительность ивента. Если кто смотрел оригинал, то мог наблюдать по прошествию двух часов. Аудитория Ситкона стремительно шла на оболь, а уже на экваторе зрителей было почти в два раза меньше, чем на старте. Высокая занятость, усталость, другие потребности. Мне кажется, главным фактором является то, что ключевая информация, которую озвучивали разработчики, была тонким слоем размазана на всё время ивента. Это явилось ключевой проблемой. Фактически вся главная информация могла уложиться в пару-тройку часов, включая спичи о Джен-12 и Вулкан, а также о таких технологиях смешения серверов и кораблях. Проблема номер два. Похоже, организаторы дали разработчикам карт-бланш на длительность своих панелей, и многие этим воспользовались. Например, разработчики по кораблям. В целом информации было достаточно много по новому введению мерчантмента, ряда иных кораблей, но процент пустого трёпа иногда достигал 40, а то и 50%. Самой проблемной лично для меня стала панель отца неродившейся торговли Тони Зурвика. Его панель заняла почти два часа, и эти два часа были настоящим мучением. Почему? Потому что малый пяток той информации, которую он озвучил, грамотно переливал из одного пустого стакана в другой. Кроме этого, в точности была озвучена информация о системе Quantum, которую они публиковали полгода назад. Для чего это было сделано, лично я не представляю. Однако формат панелей подразумевал трёп, он ведь назывался поток мыслей, а он мог продолжаться ещё очень долго. Очень мало времени уделили тем командам, которые занимались созданием планетарных инструментов. Однако эти ребята озвучили один из столпов информации всего ситкона. Какой, мы ответим на этот вопрос в следующих видео. А пока ещё одним расстройством была отстранённость главного двигателя Star Citizen Криса Робертса. Если на предыдущих мероприятиях мы получали основной поток информации от него, то здесь он решил отстраниться. В целом, его экранное время было сильно ограничено приветствием и прощанием. Увы. Рулили первой частью другие люди, и на самом деле им это удалось, хоть и не в полной мере. Давайте взглянем на положительные стороны. Во-первых, ситкон всё-таки состоялся. Это был большой плюс. Люди получили много информации. Второе — это формат ситкона. Если ранее разработчики могли халтурить и показывать то, что потом годами бэкер получали в релиз, исключение ситкона 2019 года, то здесь цик демонстрировали нам только ту информацию, над которой они либо работали в течение всего года, либо работают сейчас. Актуальные инструменты. Поэтому, по мне, так это был достаточно отрезвляющий, но при этом предельно честный ивент без пыли в глаза, громких обещаний и не только. Это касается и печальной панели от Tony Z, где он откровенно сказал, «Ребята, у нас нет сейчас той необходимой технологии, чтобы внедрить систему кванта. Она ещё не готова». Речь, конечно, шла про сервер Мешинг, о котором мы будем говорить подробнее в отдельном видео. Из всего спича хочется подвести краткий итог. Ситкон получился слишком затянутым. Информация была размазана тонким слоем, от чего ценность мероприятия для зрителей упала. Бейкеров заверили, что всё отлично и работа над проектом продолжается, продемонстрировав то, с чем 22-й год придёт Star Citizen. Нет громких обещаний. Только факты и ничего, кроме фактов. Для тех же, кто внимательно следил за разработкой Ситкон, не стал каким-то откровением. Ведь, по сути, он являлся пересказом всего того, что ЦИК делали для проекта в 21-м году. Ну а те, кто редко забегает сюда, мероприятие стало небольшим испытанием их стойкости и выносливости. Вот такое лично моё мнение о прошедшем ивенте. Если у вас есть своё, пишите об этом в комментариях, а я закончу. Напомню лишь вам, что обязательно нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Уже совсем скоро здесь появится разбор каждой из прошедших панелей. Следите за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok